Всем привет! С вами снова Лев. Нахожусь сейчас на стадионе в Цитрусовом совхозе. Так он выглядит. Здесь беговая дорожка, турники, брусья. Сюда прихожу позаниматься, когда не очень жарко. Это, соответственно, либо в первые пыльные дня, либо вечером. Там вот рыбка, горка в виде рыбки. Ну и непосредственно сам стадион. Тут можно поиграть в футбол. Одно из излюбленных мест для прогулки местных жителей. Здесь вот на трибуне сидят. Дети тут играют. Сейчас близится середина июля. Погода уже достаточно жаркая днем. Как-то автоматически переходишь в такой режим, когда, ну, что называется, в полдень сиеста. Время для отдыха. Ложишься, спишь. Ну и при этом значительно раньше встаешь, конечно, с утра. День как бы на две части делится. Отдыхающих достаточно много относительно того, что было в июне и тем более относительно мая. Но так в целом, ну, по разговорам тех, кто держит кафе, тех, кто сдают номера, этот сезон, он, конечно, уступает предыдущему, предыдущим. Все-таки меньше, меньше людей приехало. Это ощущается. Причина, наверное, разная. Ну, идет конкуренция за российских туристов. Да и, честно говоря, россияне меньшим количеством денег свободных стали располагать. Ну, сами, кто живет в России, понимаете, с чем это связано. С определенной политикой. Так что денег остается меньше. И даже если приезжают, то экономят, экономят на всем здесь. Меньше тратят, меньше экскурсий заказывают, меньше в кафе денег оставляют. Ну, на всем, в общем, экономят. На всем сказываются. Вот здесь вот, находясь в Абхазии, зная, как вот здесь ведет себя российский турист, можно очень много выводов делать о ситуации в стране в целом по России. Народ обеднел. Вот такие вот мысли у меня для этого видео. Согласны, не согласны? Пишите в комментариях видео, если вам было полезно. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. С вами был Лев из Абхазии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok